Давайте немножко поразбираем домашнее задание. Разбираю сначала Лешу. Начинаю сегодня читать вчера Лешина домашнее задание. И начинается все вот с этого логлайна. Чтобы вы понимали, Леша пишет детские сказки. Я уже о Леше рассказывала. И Леша мне все время обучения присылал такие вот идеи, и дети бегут за цветами в соседний огород. Их злодей это садовник. То есть чувствуется то, что он такой добрый, добрый, тотально добрый человек. И вот я открываю его домашнюю работу, и первое, что я вижу, это вот этот логлайн. Сын губернатора растет избалованным мальчиком. Все, что он хочет, он может купить за деньги отца. В один прекрасный день, гуляя в лесу с другом, они видят какой-то, как какой-то головорез, направив дуло на человека, заставляет его копать яму. Сын губернатора предлагает другу свалить, пока их самих не закопали. Когда они уходят, слышат, как жертва просит прощения у головореза. Сын губернатора с ужасом узнает знакомый голос отца. У героя появляется явное стремление во что бы то ни стало спасти отца. Я на самом деле немножко прибалдела от этого логлайна. Мне он нравится. Что мне в нем нравится? Я просто, наверное, Леша, ты писал про детей еще, да? То есть типа школьники тебе представлялись в голове. Просто у меня рисуются такие ребята постарше, типа, допустим, 11 класс. И они пошли в лес не просто так. Может, они пошли травку курить, может, девушку насиловать, может быть, искать закладку наркотическую. Пошли явно за каким-то гадким делом. Это может быть как раз сын губернатора, допустим, и, например, человек, мальчик какой-то или девочка, которые вообще не хотели идти в этот лес. И мне интересно, чем закончится история. Честно, мне прямо интересен финал. Еще меня эта история привлекает как режиссера тем, чем то, что это одна локация, это лес, это дешевая локация, нужна будет выкопанная могила и парочку таких хороших, добротных актеров. И все должно произойти здесь и сейчас. Вот либо губернатора убьют, либо нет. И в этом определенный такой саспенс. Мой интерес пробужен. Я попросила Лешу развить эту историю параллельно с историей детской, которую он пишет. Кстати, его детская история тоже выросла в просто чудную историю, чудную вообще, где интересный герой, интересный поворот сюжета. Прям молодец Леша. Ну вот, и вот на этот лог-лайн он написал монолог злодея. Я вам сейчас прочитаю кусочек, потому что тратить много времени мы с вами не можем. Итак, мужчина, проснувшись утром, идет в ванную. В ванную он стоит чистит зубы и думает. Вот и настал этот день. Надо бежать и делать это сегодня. Иначе это никогда не сделать. Если все пойдет успешно, все, тогда я смогу развернуться и заниматься любимым делом. Убивать людей. Кайф. Главное, чтобы все вышло. Иначе этот хрен может докопаться до сути. И моя малышка останется одна. Поэтому ничего не должно мне помешать сегодня. Надо бы побольше пообщаться с дочкой, пока ехать будем в детский сад, чтобы она мне в нужный момент не позвонила. А то придется врать ей, что папа снова в лесу опять сажает деревья. Она скажет, папочка, бросай деревья и забери меня из садика. Я тут больше не могу. Они меня все тут обижают. Не люблю эти моменты. Да и на обратном пути надо будет зайти купить дочке молока. Зайти купить молока. А то кофе без молока невкусно. Да и торт надо испечь, обещал дочурке. Тогда сейчас дочку в детский сад, а там все это провернуть. Чем мне нравится этот монолог? Честно признаться, в начале мне немножко смутило вот такие формулировки типа «О, убивать людей, кайф». Они такие немножко общие. Наверное, маньяк, который кайфует от убийства людей, он как-то по-другому рассуждает. Может быть, он размышляет об этом как о каком-то техническом процессе, как Ганнибал. Тебе надо определиться, какой это маньяк конкретно. Потому что маньяков реально так много, их так много разновидностей. Надо было немножко прям покопаться в психологии маньяков. Потому что есть серийные, есть не серийные. И вот вряд ли бы он стал так говорить прям в своей голове. «Ой, убивать людей – это кайф». Как-то, знаешь, это наивно, как будто бы из комедии какой-то. Но все, что написано дальше, меня очень прикалывает. Мне нравится то, что он думает о том, что надо сейчас с дочкой сделать все правильно, чтобы дочка не позвонила во время убийства. Прикольно. Он стоит и думает про торт. Вообще классно было бы, например, такой нюанс сделать, что он вообще убивает человека, он стоит, прям держит пистолет в руке, а сам думает, а молоко я купил или нет? И мне кажется, в этом такая, знаешь, большая жизнь. Потому что мы иногда, совершая какие-то поступки, думаем совсем не о том, о чем надо. И вот Саша пишет большой диссонанс между маньяком-убийцем и заботливым папашей. Скажите, вам нравится такой диссонанс или нет? Потому что мне кажется, что вот на этом парадоксе можно построить целый фильм, что есть папа очень заботливый, и вообще очень тотально заботливый, он один и растит дочь. И одновременно с этим ему приходится там убивать людей, потому что он такой маньяк. Вот эта доброта к дочке, вот это стремление, чтобы она навсегда осталась с ним, заставляет его убивать свидетелей своих преступлений, заметать следы. И он делает все, чтобы она не оказалась потом в детском доме. Вот мне кажется, такая в этом и драматургия одновременно, и жизнь, и боль, и вот все намешано в этом. И уже вот из этого конфликта можно развивать кино. Спасибо, Леша. Я сейчас говорю, у меня прям даже мурашки по коже. Супер. И монолог у него продолжается все дальше и дальше, лучше и лучше. Что для меня удивительно, потому что человек пишет детские сказки, но он так классно влез в шкуру маньяка. Некоторые из вас мне писали, что тяжело писать этот монолог, особенно девочкам, когда ты влезаешь в шкуру такой прямо скотины, мрази. Но на какое-то время надо влезть и постараться его полюбить, по-своему полюбить, понять логику. Только тогда вы научитесь писать разносторонних персонажей, писать всегда хороших, миленьких героев, добрых, добрых и прелестных. Это очень скучно. Продолжая разговор вашей профессиональной информации, вы должны уметь делать не только положительных героев, помехать об Theres room Нижелrey. Кажите доступ. Продолжение следует... Продолжение следует...